Такой квас можно предложить и ребенку, готовится он без вредных добавок или дрожжей, натуральным брожением, смотрите рецепт, как приготовить домашний квас из черного хлеба без дрожжей. Для брожения кваса нужен только хлеб, сахар и вода, можно добавлять изум, тогда квас имеет более вкусный и сладкий вкус, да и сильнее идет процесс брожения, очень важна температура комнатная, в холодной комнате он бродить не будет. Список ингредиентов, в конце видео. Подготовьте продукты для кваса, также понадобится чистый 3-х литровый бутыл. Вскипятите в чайнике 2 литра воды, перелейте ее в банку и дайте остыть до комнатной температуры. Хлеб порежьте кубиками любого размера, главное, чтобы они пролезли в горлышко банки. Сложите кубики хлеба на чистый и сухой противень и подсушите в духовке при 250 градусах минут 10-15, смотрите по хлебу, поджаривание хлеба даст квасу более темный цвет и насыщенный вкус. Вкуснашки, подписавшиеся. Сухарики готовы, пусть немного остынут. Промойте тщательно изум, я даже советую обработать его кипятком от микробов. Теперь можно приступать к закваске. В банку всыпьте сахар, растворите его. Бросьте изум. И добавьте сухари, ложкой чуть засадите их, чтобы весь хлеб стал мокрым. Накройте марлей и оставьте бродить в тепле на 5-6 дней. На фото вы видите уже готовый квас, процеживаем его, разливаем по бутылкам, плотно закупориваем и отправляем в теплое еще на 10-1-2 часов, чтобы он набрался газа. После охлаждаем и наслаждаемся. Приятного аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Вот из чего готовим блюдо. Вода, 2 литра, черный хлеб, 450 грамм, сахар, 75 грамм, изюм, 2-3 столовые ложек, количество порций, 10. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Друзья, до новых встреч!